Наш регион входит в тройку лидеров по экспорту мяса птицы. За рубеж поставляется 1,6 часть всей выращенной в крае продукции. За последние годы на Ставрополье динамично развивается птицеводство, занимая ведущее положение среди всех сфер животноводства. Агропромышленный комплекс – это основа региона. В связи с этим наш край выбран основным партнером базовой кафедры международной аграрной рынки и внешнеэкономическая деятельность в агропромышленном комплексе, которая работает с 2018 года в МГИМО. Наши ребята на протяжении выездного практического модуля еще по вечерам готовили кейсы. И сегодня у нас модуль заканчивается итоговой защитой разработанных кейсов. Ставропольский государственный аграрный университет представил сегодня к защите комиссию. Посмотрим, как ребята сегодня покажут результаты работы в рамках нашего выездного практического модуля. Мировые аграрные рынки – первая в России магистрская программа по подготовке кадров в сфере управления для Министерства сельского хозяйства. Образовательный процесс проходит не только в стенах МГИМО, но и в ведущих аграрных вузах страны, а также на лучших сельхозпредприятиях Юга России. Для будущих дипломатов сельскохозяйственного сектора важно понимать, как работает агропромышленный комплекс на практике. Для вовлечения магистрантов в процесс формирования аграрного рынка были организованы выездные занятия на ведущих предприятиях АПК Ставропольского края. Мы изучаем специфику экспорта данной продукции из Ставропольского края, также в целом из России, и определяем наиболее перспективные направления для экспортной деятельности. Главная задача магистрской программы – научить студентов применять на практике полученные знания, а также реализовывать в жизни задуманные проекты, опираясь на данные своих научно-исследовательских кейсов. После плодотворной недельной работы в регионе магистранты представили экспертам готовые антикризисные решения, касаемые экспорта и налаживания международных связей с азиатским рынком сбыта. Мы понимаем, что в современной нынешней ситуации есть перечень так называемых недружественных стран, в которые входят Соединенные Штаты Америки, Украина, которые ранее были достаточно крупными импортерами продукции мяса домашней птицы и из Ставропольского края, и из России в целом. Но также мы понимаем, что весь этот объем, который раньше шел на экспорт в данные недружественные страны, может быть перенаправлен, наоборот, в экспорт более стабильных рынков, как бы государств, которые, скажем так, относятся более благополучно к нашим государствам. Среди них страны Азии, страны Африки, это также крупные рынки, поток продукции может быть перенаправлен туда.